Если вдруг кто-нибудь меня не знает или меня забыл, меня зовут Сергей. Больше того, как я посетил ваш прекрасный конгресс в прошлом году, все-таки 26 сентября в составе вот такого вот экипажа мне удалось взлететь. Командир экипажа Олег Котов, для него это был третий полет. Справа наш американский коллега Майкл Хопкинс по никнейму Хоппер. Куснечик в переводе. Для него тоже, как и для меня, это был первый полет. Так что опытом командира было два новичка, которых он воспитывал. Соответственно, 26 сентября вот такой был красивый ночной старт на Байконуре. Вот так вот мы приезжали со станцией и пролетели на станцию. Нас там ждал экипаж Федора Юрчикина. В составе была еще Карен Найберг, американка, и Лука Пармитана. Все его звали Пармезана, вот этот итальянский человек. Пролетав вместе, к нам присоединился еще один экипаж. Это наш экипаж Миши Тюрина, американец Рикмастракио и японец Хаичи Ватататок, который потом впоследствии стал первым японским командиром станции. А вы специально все в разном цвете? Обычно да. Экипаж сам выбирает под себя свою форму, для того, чтобы отличаться от всех остальных, во-первых. Во-вторых, чтобы не отличаться между двумя тройками. Это официальная форма экипажа. Кто-то вставляет еще резкие флаги, верхний экипаж просто сделал такой темно-синий. Им понравилось международное, с этими цветастыми штуками. В общем, каждый экипаж решает сам на общий собрать. Надо сказать, что вот этот 9 человек экипаж, это ненормально для Международной космической станции. Потому что у нас присутствует на штатах только 6 кают. 2 на российском сегменте и 4 на американском. Причем на американском они расположены вот так вот крестом. Поэтому, как бы, если вчетвером все вынырнут, то вынырнут головами в одну точку. Ну, так как 9 человек, да, то тем, кто прилетел позже, им кают не досталось. Поэтому каждый из них находил себе уголок, где разместит свои личные вещи. Кто-то на потолке, японец заныкался в японском складском модуле. Миша улетел в МИМ-1. Причем привязал себя к полу, привязал плохо, и потом его унесло куда-то в спальнике, так, в спящем состоянии. Но надо сказать, что вот это вот было всего лишь на 4 дня такой бардак. И действительно, как бы, на станции стало очень тесно. Потому что, когда за столом собираются 3 человека, это нормально. За столом собираются 6, уже получается, один сидит на потолке, один сидит где-то на стене в динаме и орет, передайте мне вот это, а вот это вот мне тоже передайте. А когда 9 человек, они физически не могут поместиться, поэтому было, ну, как бы, совсем тесно, но, с другой стороны, весело. Лишь не в космос. Да? Лишь не в космос. Ну, да. Лишь нами оказались мы с командиром, потому что... Ах, нет, тогда не надо. Потому что вся вот эта ерунда была затеяна только для выноса олимпийского факела в открытый космос. Очень часто люди спрашивают, а горел ли там факел. Я говорю, это был вынос факела в открытый космос, гореть он там не может в принципе. Вы себе не представляете, как много серьезных, образованных, взрослых людей задают это удивительно. Когда-то, надо сказать, что американцы возили уже факел олимпийский перед Олимпиадой в Атланте. Они его возили на шаттле. Наши решили, что, ну, надо как-то переплюнуть американцев. Не просто свозить, но еще и вынести в открытый космос. Понятно, что это чисто пиаровская акция, но я считаю, что, вот, если так подумать, какая еще страна, кроме нас, сможет факел занести на вершину горы, опустить на одно озеро, еще вынести в открытый космос, да? Еще, чтобы он там горел. Я думаю, следующий. Видимо, вызов принят. Кто выносил? Выносил мой командир слева в красненьком и я справа в сизеньком. Наблюдай, да. Рекорд, рекорд выхода в открытый космос. Об этом сейчас тоже расскажу. Значит, идея вообще была вынести факел и, соответственно, все это снимается в прямом эфире. Поэтому, опять же, очень часто спрашивают, а ты не боялся, вот, первый раз, вот, водишь в моменты в космос, там, есть крайнее пространство, а ты привязан какой-то уранской веревочкой. Я говорю, не боялся, я боялся, что я испоганю прямой эфир, с этим факелом, потому что моя задача была правильно поставить камеры, их еще включить, а камеры, они плохо закреплялись, потому что там достаточно шаткая система кронштейнов сделана, причем она дорабатывалась с нами уже на станции. То есть это был чисто и сделал и сам такой в русском стиле. Единственное, что было прикольно, это то, что стояла большая камера, а справа и слева для стерео стояли две голпрошки. Обычные голпрошки, которые продаются в магазине за 300 долларов, причем в обычных магазинах пластмассовых боксиках для подводной съемки, и они прекрасно работали в невесомости. В голпрошки в невесомости. В вакууме, и прекрасно работали. Единственное, что инженеры энергии доработали из-за того, что в невесомости конвекция теплопередачи для детей, я объясняю, работает не так, то есть она просто плохо работает, и есть самая большая проблема этих камер, что они перегреваются. То было сделано кожух такой из F-T, экранно-вакуумная теплоизоляция, для того, чтобы просто они не так сильно грелись. И надо сказать, что потом эти голпрошки мы использовали, мы их забрали с этого кронштейна, и следующие два выхода, которые нам с командиром выпали, мы выходили, у нас на руках была такая коробочка, это была голпрошка на резинке, просто обычное зеркало выходное, и снимали все, что хотели, закаты, восходы. Сейчас мои друзья, режиссеры, работают над роликом, который я очень надеюсь, я вам покажу в следующий раз, ролик должен быть готов там в течение месяца, и они вот из этих тоже съемок, надеюсь, сделают очень хороший такой вот фильм, потому что у GoPro очень широкий взгляд, соответственно, земля, если нормально, она видна как бы вот так вот, на GoPro она получается реальным шариком, вот, и прекрасно видно и саму станцию, очень широкий угол, и восходы, закаты совершенно потрясающие, в общем, цветопередача у GoPro удивительно классная, если соберете покупать, реклама фирмы. По-честному, да. Следующие два выхода были, вот как раз в одном, в котором мы переплюнули рекорд, это был не запланированный рекорд. Выход был запланирован на 7 часов, установка больших телескопов канадских, почему они называются телескопы, не знаю, но они две камеры, смотрящие на Землю, для супер-пупер фотографий, очень детальных, очень четких, и мы шли с опережением графика на час, и примерно за 5 часов мы их установили, подсоединили, перешли к заключительной части работы, там надо было какую-то антенну разобрать, открутить две проволочки и фактически заходить. В этом время Земля сказала, что питание на камеры поступает, а телеметрии, то есть квитанции от камер, о том, что они греются и всякие параметры, они где-то потерялись. В общем, эти телескопы надо снимать и заносить обратно. Надо сказать, что ситуация изначально была достаточно странная, потому что, хорошо, 5 часов работы, ну, предполагаю, что 5 часов выносить, как бы заносить все обратно. Ресурсы у скафандра, вот чисто вот так вот, вот прямо по пределу, 9, 9, вот. И, ну, в общем, ты уже понимаешь, что ты никак не уложишься в это все. Поэтому работали очень интенсивно и очень быстро, на самом деле, потому что понимали, что в крайнем случае, когда... А, всегда существует резерв, то есть стандартный выход планируется на 6, хотя ресурс там 9, потому что, если вдруг не будет закрываться люк или будет какая-то утечка, чтобы было время на исправление ситуации, там, уход в другой модуль, закрытие других люков, возьмя с этим... То есть понимаешь, что резервного времени у тебя фактически нет. Но из-за того, что мы работали и днем, и на теневой стороне, что, в принципе, в российских выходах не распространено. Обычно на теневой стороне ребята не работают. Во-первых, связь не всегда есть, во-вторых, темно, земля плохо видит картинку, ну и вообще плохо видно обстановку. Поэтому обычно все-таки в тени небольшой перерыв, отдых, или там, возня, если ты на одном месте работаешь, там с киньми проволочками, то ты можешь работать, а передвигаться тебя особо не разрешают. Здесь мы ползали туда-сюда и переплюнули в итоге выход Федора Юрчихина. На самом деле, это просто на самом... Вот по-честному получился самый длинный выход за всю историю МКС. У американцев, по статистике, у них есть еще длиннее выход. Но они считают не так, как мы. Это примерно как... Если мы будем сравнивать расстояние между Москвой и Питером в километрах и в милях, они считают от входа в скафандр... Нет, от перехода на автономное питание. То есть они люк еще не открыли, они просто отсоединили проводочек от скафандра, то есть сидят на аккумуляторе, и с этого начинают считать выход. А там еще минут 40, это возня с люками. И как бы они еще никуда не вышли, но уже выход у них идет. Так что это разные системы подсчетов. Ну и третий выход у нас получился, когда все заработало, телескопы подсоединились. Так что вот такая удачная получилась программа. Я не помню, когда я вам рассказывал, сколько тогда у меня выходов планировалось. Изначально у нас было 7, потому что мы сдали MLM. MLM отменился, выходы отменились, и у нас осталось 2. Вместо 2 получилось 3, что очень удачно. Надо сказать, что вообще выходы это, наверное, самая интересная часть полета. Вот самая такая интересная работа, которая занимает 2 недели подготовка, скафандр, подготовка аппаратуры, и напряженно, и очень интересно. Вот мне понравилось больше всего. Я каждый раз с таким подушевлением ждал нового выхода, и считаю, что это вот удачно. После того, как мы факел вынесли, на следующий же день Фёдор Юртихин его забрал на землю, и вроде как именно этим факелом Третьяк и Роднина зажигали основной сочинский факел. Ну, доказать никто не может, но, по крайней мере, планировалось именно так. Вот. И дальше мы остались вот в таком составе МКС-38, экспедиция командира Олег Котов, и потом он передал, когда мы уже улетали, передал командование Каичи, японскому фондилу. Значит, всё, что мы делали, это рассказывать не буду. Прилетели мы 11 марта сего года, то есть у меня прошло вот только в июне, мы закончили официальное мероприятие после полётное. Сейчас, наконец, я вот как бы только недавно, там, пару недель назад, фактически официально вышел на работу только. Приземлились в Пазахстане, приземлились тоже не без приключений, потому что спасательные вертолёты до нас дойти не могли из-за плохой погоды. И нам ещё на борту сказали, что, ребята, вы, конечно, можете спускаться сегодня, но вас никто встречать не будет. Снег с дождём, вертолёты вылетели и вернулись обратно. То есть понятно, что когда вертолёт вылетел, вернулся обратно, лётчикам сказали, отбой, то где вы найдёте трезвого лётчика? Ну, в общем, потом было принято решение, что в любом случае космонавтов надо спускать, потому что прогноз погоды дальнейший был ещё лучше, чем этот. Поэтому, в общем, до нас долетело из 10 вертолётов посадочных 3. Ну, что уже хорошо, по крайней мере, нас забрали. Но учёные, мои друзья, фото-видео-операторы не долетели, и поэтому особо так вот в видеопосадке и не получилось. Причём, приземлились тоже, никого не было. Надо сказать, что очень хорошо сработала... Где Саша? Очень хорошо сработала система Кактус. Да. А я не делаю! Система Кактус — это излучатель, который меряет высоту, ну, примитивно так, да, и даёт сигнал для срабатывания двигателя мягкой посадки. Действительно, посадка была мягкая. То есть, все рассказы опытных космонавтов о том, что это мягкая посадка, когда тебя шмякает так, что можно откусить язык, ломаются корни у зубов и так далее, ну, как это обычно бывает. Ну, да. Реально была супер-мягкая посадка, которую, ну, вот, командир сказал, что он фактически не заметил. Поэтому его первая фраза была, когда Земля говорит «Отстреливайте парашют», «Серёжа, посмотри, а мы правда сели?» Потому что, ну, как... Обускались, вот так вот и опустились, так и стояли. То есть, шикарно сработали двигатели и плюхнулись в снег вертикально, так вот и стояли. То есть, не завалило, ветра особого не было. То есть, вот... Хотя, честно скажу, что сам спуск произвёл впечатление. Вот к этому ролику ребята готовят вот видео из иллюминатора, как срывается плазма. Причём, очень было красиво. Был рассвет. И, посмотрев, когда мы входим в полкные слои атмосферы, видно, как срывается плазма с корабля. То есть, ты видишь такие красные точки летящие. Тонкая полоса рассвета. Вот только вот-вот покажется солнышко и красота необыкновенная. Но, правда, дальше начало настолько колбасить и плющить, что я уже забыл об этой красоте, потому что вестимулярная система вообще отвыкла от вектора перегрузки. Поэтому я сижу нормально и в это время я понимаю, что пульт начинает вот так вот крутиться передо мной. не укачивая. Но прочитать цифры на мониторе я фактически не могу. Приходилось закрывать глаза за несколько секунд, открывать, быстро прочитать цифры, закрывать снова. Потому что вот эти иллюзии возникли, они, наверное, прошли дня через три после посадки уже. Я реально просил свою жену проводить меня до душа, потому что я не вписывался в двиной проек. я цеплялся плечом, меня шатало вот так вот. Причем нету тошноты, но нету стабильности. То есть тебя мотает как вот стебелек. Но очень быстро такое впечатление, что с каждым часом становилось легче. Вот эти бестимулярные вещи, они появились и достаточно быстро уходили. Первую ночь я понял, что я просыпался от того, что я переворачивался с левого бока на правый и меня укачивало прием. я просыпаюсь, а у меня комната вот так вот прудуном ходит и я понимаю, что я автоматически перевернулся просто с одного бока на другой сразу в вертолет. Ну, зато интересно. Прекрасно. Две недели после полета медицинской реабилитации здесь в Зевездном городке под присмотром врачей и потом две недели технические разборы со специалистами. Кстати, тоже очень смешно, что все как-то после полета все болит по-разному. То есть, сначала вестибулярная система, потом начинает болеть спина, потому что постоянно поддерживать осанку в невесомости не надо. А здесь вдруг навалилась нагрузка и, в общем, хочется прилечь, хочется привалиться. Где-то через неделю начинает болеть попа. Потому что выяснилось, что за полгода она отвыкла, что на ней сидят. и я сижу на костях. Вот эти мышцы расходятся и реально между попой синяк. И очень было смешно, когда выходили мы с командиром и из комнаты выходим и вот так вот вдвоем держим подушки. А дальше нас отправили в Чехию на реабилитацию. Там поехал наш врач и физкультурник. И дальше там начали уже бегать всякие горячие ванны и еще чего-то массажи. То есть постанавливать именно опорно-двигательный аппарат. Почему Чехия? Почему не в России? Там Петрозаводск. Крым! Крым! Северный Кавказ еще. Давайте мы Крым еще не было. Прилет устал. По конкурсу там Кисловодск тоже был. По конкурсу как бы весна где лучше погода вот именно в это время. В конкурсе был Алтай. Выяснилось, что там как раз самые клещи. Врачи сказали нет, не пустим. Кисловодск по погоде отвалился. И выбрали в общем Чехию потому что там весна, там тепло и хорошо. Вот. Ну дальше я быстренько промотаю потому что дайся про подготовку. Это вы все видели. А тут дальше всякие фотографии из полета которые я быстренько покажу. На самом деле фотографий я привез очень много. Мы с Сашей сейчас пытаемся каким-то образом разложить, обработать. но так как порядка ста тысяч то Сань понимает что я вообще не представляю сколько времени у нас займет просто чтобы их перебирать и выбрать что-то нормальное. Идея сделать фото выставку идея сделать выпустить альбомчик с фотографиями космическими плюс еще с историями каждой фотографии. Но получится это или нет непонятно. В общем я показываю всякие фотографии с выхода это вообще очень красиво. Это вот беговая дорожка на борту станции это так где я сплю. Дело в том что какие бы упражнения мы там не делали нет таких упражнений которые бы тренировали вот поздные мышцы гравитационные то есть мы когда лежим или когда сидим у нас работают специфические мышцы которые поддерживают вот этот каркас. Тренировать его там практически не получается. По крайней мере частично потому что прийти на дорожку вроде что-то должен тренировать но видать не в той степени потому что спина все равно болит. И болит достаточно сильно. Поначалу когда начинаешь бегать болят колени потому что такая нагрузка ударная для них уже непривычно. Но это тоже как бы в ходе тренировок достаточно быстро проходит. Всякая наука на станции. Сами понимаете летаем делать различные эксперименты. Науки не так много как хотелось бы но достаточно интересные все равно были. Вот так вот может работать зависнуть посередине модулы. А не сдувает если так же здесь? Сдувает очень медленно. Там не такая вентиляция чтобы прям поток воздуха потому что иначе продут. Можно просто зависнуть и ты будешь как бы медленно 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 дарифовать. Здесь я завис там еще два вентилятора дуют фактически напротив друг друга. То есть там нормально. А камера Nikon или Canon? На станции на станции все Nikon причем очень хорошая техника вот это вот объектив 800 вообще обычно я снимал 600 плюс удвоитель то есть увеличение 1200 ну как бы такая техника и стоит она очень дорого ну и и бодик кстати очень хороший ну вот всякие виды земли Копчатка вообще потрясающая Копчатка наверное одно из самых самых-самых любимых мест которые довелось поснимать ну и плюс пролетая мимо то есть ты видишь взглядов вот работающие вулканы они конечно очень красивые острова сразу захотелось здесь дачу а это вот японский город Кагасима и прямо вот только-только сработавший вулкан вот он город сам и вот как бы рядышком ледники Патагония очень красивые Патагония вообще какой-то цвет передачи у тебя засвеченная тут белая вот тут на мониторе лучшим видом Патагония вообще удивительное место там потрясающие ледники там удивительные красоты озера вулкан вот это озеро тоже в Патагонии красное оно прям так и выглядит его очень хорошо видно издалека причем рядом еще бирюзово-синя и вот это вот красное и сразу по ним хорошо наводиться что справа что слева два таких ярчайших пятна вообще я понял слетав что у меня два балла по географии что географию я не знаю и надо ее изучать потому что настолько много интересных хороших мест и очень красивых у нас на земле о которых ну мало кто вообще знает не узнаешь пока не увидишь вот не узнаешь пока не увидишь вот ты видел сразу в космос а потом куда поехать вот я сразу вот такие вот реки река Бразилии куда теку сама не знаю ну вот такой вот русский это дельта реки Ганг это ледники около Канады когда течение сносит лед то он образует различные фигуры и их вообще очень много на самом деле насят таких вот красивых то есть это замерзшее море на самом деле когда я ее сфотографировал а сфотографировал случайно не зная что это такое выяснилось что есть оказывается у этой гитары романтическая история что жил был один аргентинский фермер женился но его молодая жена умерла что-то в 26 27 что-то такое молодость вот она очень любила петь по гитару плясать и он свою ферму построил вот в виде такой гитары память о своей жене говорят что сейчас дедушка еще до сих пор жив ему лет 70 и вот такая вот гитара из космоса видна а это что-то такое а, это растительная система это, да, такие вот поля в Африке кто их сделал в такой форме непонятно но вот эти круги растительной системы гипс это структура эр-решат тоже в Африке как выяснилось это старый вулкан который когда-то катился, катил, покопился так и не сработал и медленно остыл вот такими эпицентрическими кругами а дальше его песком и камнями отполировало и ну так он называется ой здесь совсем цветопередача плохая но здесь видно это очень ярко есть, да и действительно он огромных размеров его прекрасно видно и его зовут Голос Африки потому что во-во-во-во прекрасно ну, соответственно, к красоте необыкновенно вообще в Африке очень много красивых вулканов я в принципе в Африке знал как город Килиманджаро но выяснилось, что там действительно вулканы старые, вулканы красивые, все какие-то испещренные ветрами с песком с озерами вот такие вот удивительные драконий глаз еще и сапфиром да-да-да цвета там удивительные вот как Килиманджаро с пожарами это вот серебристые облака и под ними Венера и там атмосфера Земли серебристые облака вообще очень редкое явление которое ученые до сих пор спорят как оно возникает видно их только над полюсами вот это над южным полюсом удалось увидеть и видят не каждой экспедиции вот предыдущей экспедиции не видела вообще ни разу мы видели вот два дня подряд один раз за экспедицию удалось чего-то поснимать снимать достаточно сложно потому что они тонкие как сигаретный дым и очень хорошо получается на темном фоне но когда пробуешь снять вместе с землей то тут уже как бы такие чудеса вот редактирования надо применять вот примерно вот так они выглядят они гораздо выше чем конечно же атмосфера северное сияние но вот это вот сияние на южном полюсе и надо сказать что они бывают очень разные самое яркое было когда по новостям по первому каналу в прогнозе погоды сказали что на землю надвигаются магнитные бури и ребята опытные сказали о сейчас будет сияние и действительно что начало твориться на южном полюсе это просто вот удивительно огромные трехмерные сияния причем такое впечатление что станция летит сквозь него и ты слева и справа в люминатор видишь эти зеленые столбы поднимающиеся то есть я понимаю что это какие-то оптические глюки да но это очень красиво пытаясь их снять ты просто получаешь какой-то зеленый фон такой вот ну и вот такие вот красоты причем достаточно много наснимали и сейчас как бы тоже обрабатывают пытаемся найти наиболее красивые вот удивительное совершенно явление 420 км приятно 425 км ночная Европа вообще ночные города очень красивые в какой-то момент вот я подсел просто именно на съемку ночную ее достаточно сложно делать потому что сами понимаете когда ночью снимаем должна быть большая выдержка а тут когда скорость у станции 28 тысяч км в час то большой выдержкой ты получаешь смаз поэтому надо рукой компенсировать скорость станции то есть это в общем такое получается специальная техника космического фотографирования при этом снимаешь раз 30 для того чтобы получилась хотя бы одна четкая фотография там ночного года ночная Европа она выглядит вот точно так же как в фильме «Гравитация» вот только там они убрали облака и там она вот совсем красивая я просто именно на станции впервые посмотрел этот фильм нам его прислала служба психподдержки а при чем они при чем командир с очень хорошим чувством юмора сказал что этот фильм вы были смотреть всем экипажем перед первым выходом Сережи вот так оно и было вот ну конечно посмеялись но но съемки там вот ночные поверьте это вот именно так это очень красиво ой ой атмосферу это ночная Москва кто посмотрит там видно московский динамасель это Москва зимняя двеная кто посмотрит там видно московский динамасель найдя наш дом. Хрущевку пятиэтажную в районе академической. Так что, можете найти потом какие-то знакомые. Давайте скачать, посмотреть, поискать свои дома. Вот, какие-то фотографии есть на сайте, которые завела моя сестра, пока я летал и выкладывала вместе с Сашей туда. Что-то может быть там еще появится, я очень надеюсь, если у нас платят усилий. Ну, а на самом деле, как я вам уже сказал, фотографий очень много, поэтому работа сейчас будет длинная. Я очень надеюсь, что что-то получится, потому что все свободное время, которое у меня там было на станции, я проводил с подвората и снимал. Можно сейчас запустить всякие видеоролики, я буду про них рассказывать и заодно отвечать на ваши вопросы. Можно у меня сразу вопрос? Я повторю прошлогодний свой вопрос. Что видно из космоса и вооруженных глазах самое мелкое? В прошлый раз я слышал ответ, взлетаю и расскажу. То есть, есть вот аппараты без увеличения, без всего, что видно вот? Значит... Из иламинатора глазом. Земля. Земля. Видно, предположим, большой корабль-баржу. Если ты знаешь четко вот маршрут, где они идут, предположим, огибаемый с гор. Там всегда их много. И вот именно вот эти вот большие баржи, видно прекрасно, по ним можно навестись. Видно самолётик, летящий, но тоже не всегда. Он выше на 10 километров, но 10 километров всё равно не сильно. Прекрасно видно, например, был сочинский пакинг. Потому что вообще Сочи настолько ярко освещалось, что просто в какой-то момент это стала яркая звезда на горизонте. И ты сразу вот так вот ещё, глядя вперёд, о, Сочи, отлично. Вроде бы нормально идём, сейчас будет. Вот. Но пролетая над ним, ты чётко видел горящий факт. То есть он, видать, был такой яркости и такого размера, что вот без проблем. А вот что насчёт великой китайской стены? Не видно. Вот не видно. А пирамиды? Прекрасно видны, но только не глазом. А ты знаешь, где их находить, в фото прекрасно. То есть невооружённым глазом? А, ну они жёлтые на жёлтом, наверное. Да, жёлтые на жёлтом, причём они такие, ну, серые на жёлтом фоне получаются. Но если ты знаешь вот эту излучину, Азис, рядом с Каиром, ты прекрасно их находишь, прекрасно снимаются и Свинкс тоже видит. Хотя он милипусинный, но видно. Ты хотя бы знаешь, где его искать. Очень сложно найти тот объект, который ты не знаешь, где искать. У Фёдора Юрчихина, так он летал уже третий полёт, и вообще он у нас самый гуру по фотографии. У него были какие-то закидоны такие. Я должен найти вот это. Он искал Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу вообще увидеть нереально. Но он нашёл вот эту тропку, которая идёт к ней. И её прекрасно видно на фотографии. Ну, то есть вот... То есть вы топтали. Да. А вот в Дубае Бурж-Халифа, вот это здание 800-метровое, не смотрели на него? Видно его хорошо. Ой, еда. Да. Это еда. А звук? А звук-то я. Звука не будет. Суп гороховый. Вот в таком... Вот это? Да. Вот он показывает. Гороховый суп. Вот в таком виде он готовится. Суплемат. Разводится водой. Суп-пюре гороховый. Вот видите? Не вру. А потом из вот этой вот части, которая была, её надрезаешь, вынимается хвостик, и дальше выдавниваешь себе в рот. Очень хорошо миску не надо. Пакетик потом взял и выкинул. Пожарный надо. Чего? Пожарный надо. Да. Для того, чтобы растворился. Потому что всё-таки суплематный, ещё спрессованный. Он, конечно, ну такой плотненький. Сейчас посмотрим. А вот из положения темы еды. Не знаю. Ваш стол на день рождения. Порасскажу. Значит, вот это вот уже готовое блюдо, что-то типа картофельное пюре с мясом. Также заливается водой. Вот сейчас вот Олег будет демонстрировать, как всё делается, разминается и кушается. Обычно на праздники, во-первых, каждый заныкивает что-нибудь вкусное, что хочется съесть именно в этот праздничный день. Понятно, что... У вас же международный экипаж, да? При этом есть личные бонусные контейнеры, которые ты с самой земли заказал. И ты, например, знаешь, что вот этот человек любит то-то. А я вроде тоже себе заказал, но я ему подарю и поставлю на стол. Да, ну вот так вот. Например, наши врачи не пропустили красную икру, потому что её надо хранить всё время в холодильнике, а я безумно люблю красную икру. Ну просто вот... Наверное, единственное, что я с удовольствием в жизни ехал, это красная икра. А Великанец каким-то образом через свой писал, он не ест эти рыбьи яйца. Принципиально. Он через своих пищевиков заказал две банки красной икры и вручил их мне на день рождения. Ну, правда, с замозданием там, но это вот был тоже подарок на день рождения. Одну банку я отдал экипажу, вторую сажал сам. Ахахахахаха. Убилки. Нет, при всемях вот так. Ложкой. Не разлеталась экрана? Не разлеталась экрана? Нет, она так всё-таки склизкая, она так как-то держит. Разлетается всё то, что... Сухой? Да, сухой. Например, Саша прислал мне печеньки и палочки с солью. Вот это вот, когда ты просто вскрываешь сам пакетик, оно, видать, пока доставилось, оно вылетало вот от веера. Орешки. Когда я просто вскрывал, орешки чуть тёрнешь в пакетик, и тебе сразу ждут веера из этих орешков, все сразу вокруг радуются. А ты пытаешься сблоплен, это моё! А шампанское было? Не было. Нельзя. А вообще можно или? Нельзя. Официально довольно нельзя. С другой стороны, интересно было бы вообще его попробовать открыть, потому что это вышло бы просто фонтан пены. Ну, понял бы я на этом. Говорят, когда-то на шаттле провезли банку с пивом. И ребятам презентовали. Они очень долго её крутили, потому что понимают, что будет, если её вот так вот открыть. Она просто пойдёт пеной, и это будет облако пены, никого пива не будет. Они взяли хирургическую иголку, и дальше по очереди вот так. Так, в основном рацион это консервы. Вот я скрываю что-то там вкусное. Мясо-цыплёнка с чем-то, с овощами, наверное. Вообще у нас очень хорошие консервы российские. Самые лучшие рыбные. Угарь в желе. Бенуга в желе. Выяснилось, что такие консервы, они выпускаются и продаются. Они выпускаются такими маленькими партиями, что их очень сложно найти. Абсолютно обычный гражданский продукт, который не выпускается специально для космонавтов. Просто приехали специальные люди, проверили санитарные эпидемиологические условия производства. И такие вот вкусные вещи у нас есть. Плюс готовое блюдо. То есть ты открываешь, есть специальная печка для разогревания этих банок. Ну понятно, что там рыбу в желе греть не будешь. Но вот такое вот мясо-цыплёнка разогрел, и ты получаешь горячее готовое блюдо. Например, там гречка с мясом. Тоже очень пользовалась большим успехом. Мясо-цыплёнка туда же. Вот. Поэтому и достаточно большой выбор. То есть помимо сублимата вот этих вот супов или вот сублимированного картофельного пюре, да, есть вот такая вот нормально живая еда, фактически приготовленная. Ну, к тому, как кушать и вообще... И к этому надо привыкнуть. Потому что всё летает. Поначалу опытные ребята... Опытные ребята с большим удовольствием наблюдают за попыткой новичка как-то урвать себе кусочек пищи, а у него всё разлетается, всё повисает на стенах. Только в какой-то момент... У него голос там... Разбегает! О! Летит кусок чая! Я серьёзно решил чай попить. Это помидорка, которая пришла с кузовика. У нас на станции жидкая соль, потому что порошком ты не посыпешь. Солевой раствор, который ты выдавливаешь на помидорку, она появится натяжением держится, и прекрасно получается свежий помидор, соли. Майонез московский! Майонез есть, да. Это я заказывал, я очень люблю майонез, и там он прекрасно шёл. Дело в том, что тоже... Американцы готовят, поставляют там вот любую еду уже со специями внутри. Там курица в соусе терьяки. Наверно вкусно. Но это вкусно один день. Второй день. Неделю. Дальше ты уже видеть не можешь этот соус терьяки, потому что он во всём там. У нас просто там есть, ну, курица, ещё чего-то. А наши доставляют дальше горчицу, хрен, майонез, ещё чего-то, и ты это добавляешь. И получается гораздо лучше, гораздо удобнее. То есть у нас в какой-то момент американцы что-то им срочно надо было поставить на борт, и они выкинули нашу еду, поставили свою аппаратуру, и вместо этого выдали нам большой контейнер американской еды. Мы уже порадовались, потому что это разнообразие рациона, хоть что-то новенькое. Но вот тут мы поняли, что разнообразие это хорошо, но наша еда, она и привычная, и качественная. В общем, нам она понравилась точно. Хотя у американцев тоже есть некоторые продукты, но просто на голову выше любых наших. Например, стейк. Реально зажаренный стейк. Дальше они его просто заливают такой вакуумной упаковкой, фольгой, и он прекрасно сохраняет. Вот такое впечатление, что вы только что сняли со сковородки, да. С мангала. Шикарный стейк. Стейк иметь на станции, это очень здорово. За ней всегда была драчка маленькая. Потому что их мало. Так, чего у нас, а это мне, это кто мне, и опять мне, и так далее. Ну, это вот примеры, как можно колбасить. Японский модуль, в основном пустой, очень свободный, но тоже головой лучше не пицца. Все-таки больно, да? Ну, конечно. Особенно, когда по началу есть дискоординированность, то вылетал несколько раз достаточно плотненько. То коленкой, то еще чем-то. Потому что, тоже, на земле, ты привык, что, как бы, ты летишь, там, на, ты развернулся, да. Ну, ты развернулся и пошел туда. А здесь ты развернулся и летишь дальше. Бубук. Ну, а дальше, как бы, всеми четырьмя, вот так вот, пытаться затормозить. Ну, опять же, навык. Очень быстро видно, что у ребят, которые пролетают уже, как бы, с опытом полета, у них этот навык прекрасный есть. Они заранее обходят поворот, они... У них нет вот этой вот эмиации, которая их заносит. Ну, здесь вот я, по-моему, тоже, как-то там, поворачиваю. Ну, это уже видно, что грамма. Уже не снес таймеру. Что не всегда получалось. Что это? Сейчас, он подумает. А. Да. Вау. А это антенна круговая, которая сканирует общую область, и, соответственно, она должна поймать две антенны, которые висят на солнце батареи станции. То есть, достаточно широко. А это с чего снималось? Это снималось с антенции. А это не корабль, но... Да, да. Подходящий, по-моему, это просто перестаковка тень. Ну, вот, где облеты приковываются на, 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 проходе, на, на. Да, еще мы не включаем. А там где-то есть чего, да, включаем? А, это не включаем? Нет. Это, это фильм рекламный, который сделали Роскосмос. А это? А это, наверное, включаем. Не знаю. Я все равно не помню. А, да, включаем. А, да, включаем. Что ты делаешь, да? А, то есть, в личную каюту, как бы, вот, классическая дверь обычная, да? Правильно закройте. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Я хочу сказать, что, поначалу настолько сильно устаешь, что у меня с этим проблем не было. Я, как убитый просто, в любой позе спал. Когда жарко и, когда, вот, уже привык, да, иллюминатор каюсь, можно посмотреть всегда в окошечко. Конечно, горизонтально. Вот. Ну, а там нету, вот, горизонтально и горизонтально. Там пофиг, как летать. Хочешь, на потолке посиди, хочешь, как бы, можно придумать, что это здесь твой пол. То есть, просто, если снимать вот так, так она и как будто и горизонтальная. Ну, да. Ну, вот. Поэтому, поначалу, как раз, когда, наверное, вот этот процесс адаптации, я настолько грустовал, настолько все было вновен, надо было заранее долго готовиться, что особо времени не было. Это вот еще один пакетик. Это я рассказываю, каким образом пить кофе в космосе. Вот кофе. Вот пакетик. А где-то еще кусочек, как я его вылавлю бы. Да, это было. Все? Все? Все. Вот. Скажите, а вот насколько в реальности, получается, те подготовки, которые были до полета, с теми реальностями, там, при посадке и взлете, что-то прям один в один, а что-то, ну, просто, ну, никак не вписывается. Например, старт в Союзе. Ты, когда заходишь в реальную ракету, если не думать специально о том, что, ой, подо мной там столбочек с порохом, и сейчас мы куда-то полетим. Ты как будто сел в тренажер. Абсолютно все. Одно и то же. То же самое пульт. Вот здесь вот лежит твой карандаш, как он лежит сюда в тренажере. И ощущение именно такое. И так же голос того же инструктора, кто тебя ведет здесь, в центре. Он с нами ведет и все переговоры. Это сделано тоже специально для того, чтобы морально успокаивать космонавта. И там сразу начинается работа бортинженера, да. Мне фрустрироваться, там, в общем, времени особо нету, потому что надо все проверить, надо все включить. Там какая-то пауза. Естественно, не выспался. Ну, где-нибудь там баскал. Потом включили музыку, которую ты заранее выбираешь, там, хоть все музыки, которые тебя включают. И, в общем, вот все то же самое. Станция отличается, потому что здесь у тебя восприятие вверх-вниз повернулся направо, здесь. А там, когда ты быстро входишь в это трехмерное пространство, и у тебя нету вверх-вниз, тебе абсолютно по барабану, где уже стоит новый пункт. У меня он очень часто стоял бы так вот на потолке, потому что легко перевернулся, пункт начал работать. Здесь вот к этому надо было привыкать. Потому что то, что мы здесь на земле говорили, не, ну это невозможно, мы тут в строем, вот на таком пятачке работаем. Там реально вот на таком пятачке может работать с шестером. Потому что все по разным плоскостям. Понятно. Я немножко тут уточню. Про перегрузки. Перегрузки... Насколько вот они отличаются в реальности? Перегрузки при старте то же самое, что и здесь. На центрифуге они точно вот график выдерживают, он достаточно легкий. При посадке, видать, из-за того, что все-таки атрофировались вот эти вот мышцы, которые держат гравитацию, Значит, здесь мы каждый год проходим 8G на этой большой центрифуге. И так же мы катаемся и спуск. Спуск 4.8. Я помню свои ощущения и все нормально. Спуск 4.2, когда мы тренируемся. У нас был в реальности 4.8. Не такая уж большая разница между тем, что катали. Но это по ощущениям субъективно. Было гораздо больше тех 8. То есть плющило так, что вдохнуть я вообще не мог. В течение какого времени? Секунд 20-25. Вот как раз вот этот вот пик, когда был. В машине? Там получилось так, что когда идешь по этому графику спуску, там компьютер... Ну, мы можем и сами вверху, но штатный компьютер пытается тебя привести в точку. И соответственно, чем круче будет траектория, тем больше будет перегрузка. И тут по... Ну, то есть фраза была командира при спуске такая. Куда же он рулит? Причем у него такой хриплый голос. Куда же он рулит? На экзамене в ЦПК это чистые два балла. То есть компьютер перерулил, переуправлял. И дальше, чтобы выпрыгаться, прийти в точку, заложил вот это превышение. И мы сразу ушли за 4. На экзамене в ЦПК, если космонавт вот так вот пролетит больше 4 хотя бы на одну десятую, это просто по баллу. Где 4.8 и ему двойку не поставили, зараза. Хоть списали? Похоже, да. Ну, нормально. Это все бывает. И вот тут был период, когда тяжело. Я просто как подумал, ну ладно, кто-то еще потом? Надо как-то просто потерпеть. Ну, и достаточно как бы быстро, это, быстрый склад идет, это перегрузка. Так что дальше было нормально. А корабль с поворотом, его специально ориентируют, чтобы перегрузка была внука. Еще раз? Ну, когда корректируют траекторию, корабль выравниваешь, чтобы ее было внука, да? Да, да. Он просто перекладывается вот так вот, да. И специально идет постоянный электроперегруз. Называете этот корабль, выставляете на опорный угол и, соответственно, стоите опорным углом, выставляется внутри кресла. Чтобы перегрузка была только в груз спина. То есть, понятно, что если будет она в других осях, да, то будет там нагрузка на шею вообще-то, да. А так, в общем, самое легкое. Ну, давит себе и давит. Ну, тяжело дышать. Ну, тяжело дышать. Что еще? Вы же не чистый летчик. У вас другая специальность. Да, у вас другая специальность. То есть, вот вопрос, наверное, он больше, вернее, ответ, он больше настроен на наше молодое поколение. Какие еще специальности в ближайшее время могут быть востребованы там? Ну, сейчас установка ЦПК – это любая техническая специальность. Все-таки наши менеджеры не очень любят учить людей с другими специальностями. Предположим, с медицинской. Хотя, по идее, уж куда востребованы. Врачей все равно набирать будут. Ну, просто это будут постоянно какие-то споры, доказывания. Врачам придется тяжелее всего участь. Даже и мне. Все-таки я отстал от тех ребят, с которыми я набирался. От момента набора до момента полета прошло ровно 10 лет. То есть, набрали в июне 3-го, полетел сентябрь 13-го. Как бы не всякий еще доживет. Это слово. Профессиональный бой. Ну, как бы, понятно, что сейчас как-то поворачиваются лицом другим специальностям. Нельзя сказать, что они будут прямо востребованы. Главное, чтобы человек был обучаемый. У нас сейчас ребята сдали экзамены. В общем, не у всех там есть технические специальности. У кого-то есть формальная числа. Ну, все сдали по-разному. Потому что набор тоже со стороны идет. Не всякий человек, пришедший со стороны, представляет, а вообще, куда он попал. Я никогда не представлял до набора, насколько тяжело придется учиться. И насколько много придется учиться. Насколько много экзаменов придется давать. То есть, все-таки обучение в Звездном, это такая вот гонка на выживание. Выжил хорошо, не выжил. Нет, да? Да. А совместные возили какие-то тренировки с американцами, с другими дружными студентами? Да. Ну, во-первых, у нас есть тренировки там, по их модулям. В Штатах по американскому модулю, в Европе по европейскому модулю, в Японии по иконскому модулю. Плюс совместные тренировки всего экипажа, обычно проводятся в Штатах, по действию баварийных ситуаций. Если пожар, а командир у нас вот он, то что вы делаете? Все знают правила, все получили допуск к этим тренировкам, то есть они сдают экзамен, а дальше командир говорит, значит так, вы все знаете, есть роли такие-то. У нас эти роли будут играть, ты тот-то, ты этот, ты сюда, а я стою здесь и руковожу. Или наоборот, я бегу все делаю, а вы стоите смотрят. Ну, как бы, у каждого свой подход. Дальше весь экипаж это одобряет или, не знаю, обсуждает, и дальше идет несколько практик, значит, экзамен. Тогда инструктора там делают вводные, которые экипаж не знают. Ну, и как бы, по идее, это все должно быть до автоматизма. И реально на станции так есть. У нас срабатывает датчик дыма, он у нас срабатывает достаточно часто, потому что датчики дыма у нас смотрят прозрачность воздуха. Открыл панель, оттуда пыль полетела клубом, тут же датчик пожарообнаружения сработал, потому что прозрачность изменилась. Мгновенно появляется японец с измерением СО, СО2 в воздухе, да, продуктов горения. Чего бы он ни делал, занимался спортом, не знаю, в туалете сидел, спал, он уже летит с этим прибором, потому что это его роль. Вот, они очень четко, на самом деле, это шаттловская традиция до автоматизма отработать аварийные процедуры. Там времени рассуждать, думать, дискутировать, а может это это, нет, 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 ну что вы, коллеги? Там этого нет, там как бы доли секунды, быстро-быстро-быстро. А у вас как раз уже было при пожаре? Я, например, так как я эмоциональный и быстрый, то меня отправляют в первую партию, которая натягивает на себя противогаз и бежит в модуль, который горит, ну, по команде командира, все переходит. И мы, значит, вдвоем, потому что один тоже не имеет права, вдвоем с Майклом туда переходим и начинаем выгребать все ценное, искать источник пожара. Ну, как бы такие вот правила, как вот этот форвард тип. А именно в космосе учения какие-то проводятся периодически, да? Да. И даже когда прилетаешь, у тебя первое еще, ну, вроде хочется поспать и, да? Нет. А как инструктаж по технике безопасности с росписью в журнале? Безопасности, да. Значит, командир быстренько пролетает по станции вместе и говорит, вот смотрите, огнетушители, значит, здесь, здесь, здесь. Вот это мы переложили сюда. Запомнили? Запомнили, хорошо. Вот это вот здесь, здесь, здесь. Ты живешь вот, смотри, из каюты вышел, слева твой противогаз, там справа еще чего-то. Огнетушители вот там. То есть все, опять же, до автоматизма. Это в первые же сутки. А дальше идет, там, через какое-то время дается, там, недельная адаптация, и дальше идут тренировки. Опять же, значит, там два компьютера задействованы в бортовой сети, два айпада абсолютно обычные, и там клиент запускается. И дальше земля запускает какой-либо сценарий. Где-то что-то там утекло, или там где-то что-то горит. И ты, значит, с этим айпадом ходишь, там, это я закрыл лючок, там, а земля видит, что ты, что ты якобы сделал. Единственное, что они предупреждают реально. Не нажимайте никакие кнопки, ничего не выключайте. Потому что когда-то была история, когда один американец реально там, ну, не знаю, пожар. Он раз, пожар, и нажал кнопку. При этом на всей станции отключается вся вентиляция. Вот, и надо запускать заново всю аппаратуру. Это заняло очень много времени. Поэтому предупреждаю, ребят, руками не трогаем. Ну, как бы, тренировки есть, и они обязательно нужны для отработки. Но они плановые, то есть внеплановых учений не бывает. Они плановые. Нет, слава богу, ничего такого, но, ну, вот, та же пожарная сигнализация будила, и будила неоднократно, и будила неопознанная сигнализация. Там, вроде спишь, а динамик выведен в кают. Ну, понятно, что дверь открывается, не вылезая из спальника. Что у нас? А-а-а! А-а-а! Не, как бы, реальная или нереальная? А-а-а, там, заглючила, ну, хорошо. Ну, а что делать? Ну, это достаточно быстро определяется, реальная у груза или нереальная? Ну, во-первых, потому что вот эти вот приборы, они висят везде. Как бы я его включил, он тебя там через несколько секунд уже померил. Есть следы горения в атмосфере или нет? Он достаточно в четкой мере. Визуально видно дым, если что. С другой стороны, кто-то из экипажа всегда остается посмотреть, где, какой датчик сработал. Опять же, это панель, за которой он находится. Может, там реально что-нибудь тлеет, а мы это не заметим. Ну, вот у экипажа, который летает, по-моему, у них было реальное затремление. Ну, подробности просто не знаю, не знаю что, но знаю, что что-то реально у них там коптили. Летала изолента. Да, они нашли кусочек, как говорят изоленты, и не поняли, откуда она. А, по-моему, там сработал датчик, и все-таки была аляр. А, летала реально, то есть она коптила, то есть изолента горела. Но вот до сих пор неизвестно, откуда она вылетела. В общем, прилетят, разберутся, расскажут, и да, будем знать. Ну, есть какие-то вот такие реальные вещи, они, ну, всегда появляются. Вот, а еще я хочу сказать, забыл сказать, когда про выходы. Меня очень интересовало, чем пахнет космос. Когда мы прилетели, я, значит, вылетать на станцию, как как-то ежик, ничего не понял. Когда прилетел грузовик, ну, то же самое. Но, когда прилетел грузовик, запах был сварки. Вот обычная сварка, да, как это. Но когда мы, да, ну, наверное, это все-таки запах грузовика. Но когда мы выходили в открытый космос, и потом уже ты вываливаешься, а я первый выходил из скафандра, а дальше помогал раздеваться командиру, запах сварки. Запах космоса. То ли это запах озона вот такой вот, да, плохо, понятно. Но вот, 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 вот именно оно. Если хотите понюхать космос, нюхайте сварку. Да, что еще рассказать? Хотелось уточнить, видите, тоже у меня просто был вопрос. Мне хотелось уточнить, посмотрели ли вы на Гангстри, если посмотрели, то что там увидели? Смотрел, надо сказать, что не видно. Отлично. Вот течение видно вот такими вот вторичными процессами, да, как уплывают людей. А, кстати, оно отличается в море цвет течения или еще чего-то? Я пытался найти две вещи. Гальстрим и вот это вот огромное какое-то, там, сотни километров мусорный остров, которое плавает чуть там слева от Калифорнии. Мне представляли его координаты. Я его забил в седьму программу нашу компьютерную. Долго влядывался. Причем там при восходящем-заходящем солнце, когда можно посмотреть как бы блик такой, ну, может быть, там будет что-то видно. Не видно. Вот не видно. Он, видать, такой тонкий слой, который, ну, вот от поверхности моря, не вооруженным взглядом, но я и под парад смотрел. Не очень разлетим. Ну вот, а зато по льдам видно, когда, вот, куда течение, потому что льды тут уже выстраиваются и так и замерзают. Вот единственное, что видно.